Операция «Наркоман» так называется рейд, который совместно проводят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и наркоконтроля. Их цель – выяснить, как ведут себя в социуме люди, которые получили уголовное наказание за различные нарушения. Встали они на путь исправления или условная мера оказалась недейственной. Ирина Потехина побывала в рейде. Предупреждать о таком визите у полицейских не принято, поэтому иногда достучаться до подопечных с первого раза не получается. Лицо, которое осудили за употребление наркотического вещества и дали ему испытательный срок, это как дается своего рода второй шанс человеку для того, чтобы он одумался и начал жить так, как это у нас предусмотрено в нашем социальном обществе. То есть дают человеку исправиться прежде всего. Здесь, говорит Анастасия, проживает мама и ее несовершеннолетние дети. В свое время хозяйка квартиры сама пришла в полицию и призналась, что организовала наркопритон за дозу. Суд назначил три года испытательного срока и полицейские обязательно вернутся на адрес, чтобы узнать, как она живет. Хотя кое-какие выводы удается сделать и так. Через окно, говорят полицейские, видно, что в квартире беспорядок, а это обычно не очень хороший признак. При проверке по месту жительства, когда мы осуществляем такие рейды, прежде всего мы смотрим на его бытовые условия, какой он человек в быту. То есть какие у него жилищные условия, соблюдает ли он определенный порядок, не разбросаны ли у него бутылки по всей квартире. Также опрашиваем соседей, людьми, с которыми он проживает, о том, как он характеризуется. Может быть, есть ли на него жалобы, или наоборот, он как-то начал себя проявлять по-новому в лучшую сторону, либо в худшую. Подавляющее большинство людей, у которых наказание условное, выкарабкиваются и возвращаются к нормальной жизни. Улыбчивый 24-летний Андрей, по мнению инспектора, имеет на это все шансы. Сейчас он ищет работу, а совсем недавно был студентом столичного вуза. Всего одна наркотическая сигарета перечеркнула парню веселую студенческую жизнь. А еще эти пять минут беззаботности обернулись тремя годами условного наказания. Ой, два месяца посидел в Москве в тюрьме и посмотрел это все изнутри, и никому этого не пожелали, даже врагу. Комната 5 на 7, нет ничего, все прибито к стенке, гулять нельзя, ничего нельзя, но можно, час в день. Короче, ограничение свободы полностью у тебя идет, и невозможно. Я не могу так. Я свободный человек, мне надо больше походить, погулять, а там вообще прям невозможно. Заркнуто я остановлюсь. Деградируют люди там. Точно. Точно. И зубы ломаются, точно знаю. Людей, которым назначен испытательный срок за преступление, связанный с наркотиками, в ноябрьске порядка 70. В основном это употребление одурманивающих веществ. Если во время такого визита инспектор обнаружит, что человек вернулся к старым вредным привычкам, условное наказание может быть увеличено или стать вполне реальным. Ирина Потехина, Анатолий Присич, Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...